Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим быстрые, очень вкусные, мягкие, ароматные творожные лепешки. Замечательная замена хлеба к завтраку или к супу. В миске у меня одна пачка творога 180 грамм. Добавляю 2 яйца. Половину чайной ложки соли. Чайную ложку с небольшим верхом сахара. И все тщательно взбиваю, объединяя творог и яйца. Очень здорово добавить в тесто специи, тогда лепешки будут очень ароматными. Я добавлю такую остренькую специю, если открою ее, конечно, острый чили. И еще добавлю орегано. Но здесь на ваше усмотрение, можно какие-то другие специи добавить, тмин здорово добавить. Можно, кстати, такое достаточно большое количество свежей зелени. Добавить тесто, предварительно, конечно, измельчив. Ну, а я в этот раз добавила чили. И вот добавлю половину чайной ложки орегано. Перемешиваю. В муку добавляю половину чайной ложки соды. Размешиваю. И теперь потихоньку буду добавлять муку, замешивая тесто. Долго месить не нужно. Как только тесто соберется в шар, перестанет липнуть к рукам, но при этом останется мягким. Значит, тесто готово. Немножко помесила, добавляю столовую ложку растительного масла. Вот в итоге получилось такое тесто. Оно мягкое, совсем чуть-чуть, капельку липнет к рукам. Ну, практически не липнет. И вот осталось у меня всего столовая ложка муки. Всего здесь было 250 грамм муки. И вот как раз столовая ложка осталась на подсыпку, когда будем раскатывать тесто. Долго вымешивать его не нужно. Вот как только оно собралось, все ингредиенты соединились, этого достаточно. Теперь делаем большую колбаску. Я буду делать 4 лепешки. Но вообще это зависит от того, какие вы хотите лепешки. Если совсем тоненькие, то можно сделать там, скажем, 6 лепешек. Если такие средние, как я, то вот я думаю, 4 будет в самый раз. 3 колобочка я накрыла полотенцем, чтобы не заветрилось. Сейчас беру одну из 4 частей, чуть-чуть присыплю в муке. И теперь раскатываю тоненькую лепешку. Тесто очень мягкое и очень ароматное, благодаря специям. Лепешки можно обжаривать на сухой сковороде, а потом, например, смазать кусочком сливочного масла. Будет очень вкусно. Но мне больше нравится обжаривать с небольшим количеством растительного масла. Получается такая очень аппетитная корочка. Жду, когда масло разогреется. И отправляю лепешку обжариваться. Вот буквально пара минут. С другой стороны подзолотилась. И я переворачиваю. Вот такая аппетитная лепешка получается. Так, теперь смотрю, как обстановка с другой стороны. Смотрите, как лепешка поднялась хорошо. Очень воздушной стала. Так, первая готова. Так, и отправляем следующую лепешку обжариваться. Ну и так все четыре лепешки обжарю. Вот такие ароматные, очень аппетитные лепешки получаются. Давайте одну лепешку разломим. Разломим. Вот так выглядит внутри. Пористая, замечательная замена хлебу. В следующих видео еще покажу, как еще можно такие лепешки использовать для завтрака. Получаются мягкие, очень ароматные творожные лепешки. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.